приветствую дорогие друзья мы с вами продолжаем заниматься разработкой анимации снежинок unity и я очень надеюсь что большинство из нас понимает что это всего лишь пример снежинки за окном зима такую анимацию можно создавать для для любых объектов более того мы взялись в качестве примера 2d нотацию так чтобы было проще ориентироваться двух координатах но практически все то же самое работает и для случая 3d и даже можно делать более интересные какие-то вещи но для простоты я взяла 2d напомню что в первой части мы с вами получили первое представление об анимации в unity и любой новичок даже тот кто никогда ничего не делал unity вполне в состоянии создать первую свою анимацию во второй части мы научились использовать повторно уже созданную анимацию точнее те объекты которые были они мин анимированы ранее мы дублировали и таким образом получали более такой активный снегопад сейчас я запущу наш пример покажу как это выглядит вот мы нажали play вот наши снежинки падают вниз и снежинок становится все больше и больше также мы столкнулись с небольшой проблемой которую сейчас в нашей третьей части мы разрешим мы сделаем так чтобы было удобнее использовать анимацию много раз ставить ее на разные объекты и не переживать за координаты для начала я напомню в чем заключается проблемой как мы вообще работали мы брали за основу какой-то уже готовый анимированный объект например снежинка номер один делали ее дубль но когда мы просто использовали дубль у нас анимации сливались в одну точку для это для того чтобы этого не происходило мы использовали вспомогательный пустой объект от которого собственно анимации начиналось но при этом мы столкнулись с таким интересным моментом сейчас я постараюсь показать что происходит сейчас вот смотрите я скрою саму снежинку и для наглядности в качестве от отправной точки у нас взят пустой объект вот я увеличила чтобы увидеть я добавила к нему иконку чтобы можно было видеть ее и когда начинает воспроизводится анимация наша снежинка отпрыгивает и от этой точке сейчас я еще раз запущу на проигрывание нашу анимацию но сделаю таким образом чтобы мы отследили весь процесс еще раз вот смотрите наша снежинка номер один вот она и ее дубль ее копия вот здесь нажимаю сначала на паузу и сейчас мы научимся использовать пошаговое выполнение в юнити теперь я нажимаю play и делаю вот так пошагово до тех пор пока на снежинки не появится на сцене там они сверху падают и смотрите что происходит вот наша . point а сама снежинка видите где да то есть получается так что достаточно не просто угадать какие же координаты нам нужно ставить этот пустой объект так чтобы в итоге наш анимированный объект был в нужном месте с чем это связано это связано с тем что когда мы создавали анимацию мы ее создавали на сцене то есть мы отталкивались от так называемых глобальных координат для наглядности я добавила пустой объект который назвала центр вот обозначила его красным цветом вот наш центр наше начало координат 0 0 0 и когда мы размещали на сцене кто не понимает о чем я говорю рекомендую посмотреть первую часть нашего цикла уроков наши снежинки уже были размещены на сцене в определенных координатах обратите внимание вот сейчас на каждом шаге анимации наши снежинки одинаковые специально они одинаковые для наглядности опять же ведь ведут себя одинаково практически относительно тех точек относительно которых собственно анимация создавалась вот наша исходная снежинка на сцене мы ее анимировали относительно начала координат точки 0 0 0 а когда мы сделали копию этой снежинки дочерней от вспомогательной точки то анимация стала проигрываться относительно координат вот этой точке и видите вот смещение от вот этой точки до снежинки копии и от центральной точки до снежинки оригинала она абсолютно одинаковая то есть снежинки ведут себя себя одинаково чтобы не было вот этого смещения мы сейчас в этой нашей третьей части научимся создавать анимацию правильно но и те кто немного знаком с анимацией наверное понимают что главная ошибка точнее сказать не столько ошибка сколько неточность новичка который только осваивает инструмент заключается в том что анимацию конечно же нужно делать отсчитывая от начала координат и мы сейчас это с вами будем делать и так начнем делать более грамотно с точки зрения создания анимации и в принципе то что мы сейчас будем делать оно справедливо и для любых других редакторов в которых создается анимация и здесь стоит сказать конечно что unity это не специализированный инструмент для создания анимации просто какие-то несложные вещи можно делать в unity но как правило когда создается реальный проект конечно же анимация создается в специальных редакторах это делают художники аниматоры и очень редко когда прибегают к инструментам unity поэтому сейчас мы рассмотрим как это делается в unity еще раз повторю то же самое практически те же принципы работают для любых других редакторов и это необходимо обязательно учитывать и так для того чтобы нам было более комфортно работать мы сделаем новую сцену и в этой новой сцене мы будем создавать нашу новую анимацию чтобы создать новую сцену мы выбираем пункт меню файл и нью сын либо комбинацию клавиш control n для windows или на маках там специальная клавиша ком у нас создалась новая сцена кстати вы наверняка обратили внимание на то что на предыдущей сцене у меня не было вот этого горизонта и сейчас мы его уберем так будет удобнее работать чтобы это сделать нам необходимо окно window rendering и lighting setting настройки освещения и здесь настройках освещения у нас стоит первым пунктом skybox material дефолт skybox вместо него мы сейчас нажмем на кружочек с точкой справа и выберем нам то есть никакого skybox нам не нужно он нам мешает и кстати говоря чтобы все быстрее работало здесь нам не нужно никакое специальное освещение вот эти два флажка тоже можно отключить и так вот у нас пустая новая сцена наш два всего лишь элемента которые относятся к камере и освещению камера у нас нулевых позициях в общем все точно так же как везде но еще есть один момент в окне game возможно тоже заметили у меня размер окна стал таким вот странным достаточно и когда я увеличивают он пропорционально увеличивается раньше это выглядело вот так вот то есть все было закрашено этим цветом и чем это связано это связано с тем что здесь стоит настройка free aspect и то есть все что может видеть камера по ее настройкам а она собственно говоря и видит и это зависит от размера экрана для того чтобы сейчас было понятнее разбираться с анимацией мы сделаем все-таки фиксированный размер окна ну может быть вот такой вот стандартный 1920 на 1080 вот и тогда нам будет легче немножко ориентироваться в том на какую высоту должна лететь наша снежинка например сейчас уже мы в принципе знаем основные моменты мы не будем это объяснять я ставлю на сцену спрайт и буду делать анимацию из начала координат соответственно я обязательно смотрю за тем чтобы наш новый спрайт на сцене появился в координатах 00 если это не так либо я ручками забиваю сюда нули либо нажимая правую кнопку мыши и reset обязательно обнуляю координаты опять же для корректности мы только что создали сцену и в ней уже у нас есть какие-то элементы мы должны ее сохранить либо нажимаем комбинацию клавишку с либо пункт меню сейф и сохраняем сцену в папке с сцены это у меня четвертая часть мою то есть третья часть нашего урока поэтому я пишу part 3 часть 3 мне так удобнее хотя конечно когда мы делаем игру мы должны именовать сцены соответствие например с уровнями к примеру уровень 1 уровень 2 и так далее либо как-то идентифицировать с учетом того что у нас на какой-то из локаций но это зависит уже от сценария игры теперь чтобы создавать анимацию помним нам нужно окно анимэйшны если его вкладочки нет то в пункте меню window и вот у нас есть раздел анимэйшн анимэйшн опять же все это было в первой части нашего цикла уроков я быстро повторяю кому непонятно что то смотрите первую часть теперь мы создаем новую анимацию и сохраняем его в папке анимэйшн не обращайте внимание у меня здесь много уже анимации я их пробовала делать у вас скорее всего их поменьше хотя возможно кто экспериментировал создал больше анимаций и сейчас я сделаю анимацию которая будет служить шаблоном для всех вообще спрайтов которые я буду размещать на сцену и и назову ее от слова падение fallen падение снежинок собственно говоря ну или любых других объектов потом в принципе эту анимацию можно будет использовать и в любых других проектах для любых других объектов нажимаем как мы уже знаем запись и я посмотрела в принципе как у меня создана анимация для предыдущих снежинок у нас в нулевом кадре на 0 секунде по у необходимо менять координаты здесь где-то было у нас 8 и 8 примерно то есть моя снежинка уходит вверх и длится анимация 3 секунды соответственно я оставлю наш указатель на позицию 3 и сюда ставлю симметрично минус 8 и 8 можно 9 поставить как кому больше нравится вот собственно анимация готова нужно ее проверить все работает сейчас мы можем даже не обращать внимание на скорость потому что эту скорость мы будем регулировать тоже уже в каждом в каждом объекте для которого мы эту анимацию будем использовать теперь в принципе анимация создана и на нашей сцене нам вот это вот снежинка в общем то может использоваться но если мы захотим ее куда-то сместить пример вот так да и запустим проигрывание анимации то у нас что получится верно у нас проигрывание все равно от точки 0 как сместить все уже знаю делаем пустой объект ну я в принципе тоже сделаю reset position и этот пустой объект у меня будет допустим point вам первая точка и делаю снежинку дочерние от этого объекта и теперь я могу его сместить вместе с ним смещается снежинка и соответственно сейчас смотрим у нас нет никаких смещений вот моя снежинка попала ровно в край сцены и теперь я могу немного подправить чтобы не было вот этого среза хотя опять же если есть необходимость можно смещать туда куда надо и теперь смотрите наступает время магии у нас есть базовая анимация которую мы можем использовать для любых спрайтов сейчас мы создадим пустые объекты для других точек это будет у меня point 2 тоже делаю reset и под него я могу загнать например другую снежинку дочерние сделать и на эту снежинку я могу накинуть ту анимацию которая у меня создана для этой снежинки смотрите каким образом я захожу в папку аниме шанс куда я сохранила анимацию и нахожу анимацию фолин которую только что сохраняла и затаскиваю на снежинку теперь проверяем вот у меня уже падают две снежинки падают они параллельно сейчас попробуем сместить по высоте я боюсь что это не сильно нам поможет потому что по горизонтали они двигаются абсолютно одинаково но мы можем управлять скоростью и сейчас на примере этих двух спрайтах двух снежинок я покажу как можно сделать тоже такое неравномерное движение у одной снежинки скорость будет одна у другой снежинки другая будет казаться что они все-таки летят немножко по-разному а делается это с помощью анимаешь аниматор контроллера и вот когда мы на объекты набрасываем анимацию то в unity появляется вот этот вот компонент аниматор если мы его сейчас для сравнения создадим еще один поинт и в него добавим еще один спрайт я для наглядности делаю разные но думаю что понятно что можно брать одинаковые снежинки просто но опять же для наглядности да я не сбросила не сделала reset позицию вот этому объекту поэтому я сделаю это и здесь тоже сделаю reset чтобы они были в одной точке обязательно и теперь могу сместить вот сейчас я запущу вот эта снежинка стоит она без анимации эти два с анимацией и смотрите у снежинки с анимацией есть компонент аниматор а у снежинки без анимации компонента аниматор нет и этот компонент появится тогда когда мы на него добавим анимацию но сейчас мы научимся управлять скоростью анимации для каждого из этих объектов и сделаем это следующим образом смотрите когда я создавала анимацию для вот этой снежинки у меня появился аниматор контроллер unity создает его автоматически называется он snowflake 7 а когда на второй снежинку я добавлял анимацию нас создался аниматор контроллер snowflake 8 принципе я могу их найти тоже в папке аниме шанс они автоматически здесь сохраняются но можно случайно забыть номер здесь особенно когда накапливается много файлов поэтому более надежный способ открыть нужно аниматор контроллер двойным кликом у нас открывается вкладка аниматор если вдруг она не вкладка то вы знаете как переместить и здесь мы сейчас не будем разбираться как устроен аниматор контроллер этом будет посвящен скорее всего отдельный урок с какой-то специальной темой скота я постараюсь сделать возможно пишите если вам интересны мои уроки и я буду уже тогда по вашему желанию делать и сейчас мы всего лишь настроим скорость анимации смотрите я выделяю блок с анимацией анимации называть у нас fallen и у нас появляются ее свойства в окне инспектор где есть один из пунктов speed скорость я могу сюда ввести определенное какое-то число а могу просто зажать левую кнопочку мыши на этом значении и перемещать либо вверх вниз либо влево вправо понятно что если я сделаю отрицательную скорость кстати давайте проэкспериментируем подумайте что произойдет пока я еще не включила play можете поставить видео на паузу и проверить сейчас я запущу и мы увидим как будет двигаться наши вот это вот снежинка мы с ней сейчас работаем смотрите как интересно да снежинка начала падать вверх то есть с отрицательной скоростью она идет назад конечно нам такой эффект не нужен поэтому мы здесь сделаем все-таки больше но сделаем допустим 0 58 55 а для 2 снежинки кстати говоря если я ее выделяют в аниматор контроллере уже у нас аниматор контроллер для этого объекта поэтому принципе вот переключаемся и таким вот образом и теперь я выделяю и здесь скорость принципе могу изменить могу не менять но сделаю чуть-чуть медленнее но быстрее чем первая снежинка и сейчас опять же что было лучше видно я сделаю так чтобы и окно гэм было побольше и окно сцены было видно запускаем и видим что одна снежинка падает быстрее другая медленнее хотя вроде бы они начинают свои движения из одной и той же точки но сейчас если сделать много копий то получится достаточно симпатичный снегопад и в общем этот сделать уже достаточно просто вот таким вот образом давайте для полноты картины добавим еще одну анимацию на еще одну снежинку чтобы она у нас здесь не стояла вот так запустим так проверяем что то я не не попала еще раз вот теперь удачно появился аниматор контроллер нажимаем play и вот три снежинки с разной скоростью падают вот таким вот образом мы сделали универсальную анимацию которую можно использовать для любых объектов это могут быть спрайты я могу в принципе для разнообразия сейчас добавить даже 3d объект например куб ну вот так вот мне захотелось в окне game он тоже надеюсь будет виден но к сожалению пока нет давайте сделаем ему reset вот пусть вначале координат этот куб у нас будет и давайте ну пошалим немножко добавим ему тоже анимацию я уже не прикрепляю его к пустому объекту но просто посмотрим что эта анимация работает точно так же и для 3d объектов вот кубик падает и даже кажется что он вращается но на самом деле это просто эффект перспективы срабатывает 3d его можно отключить при желании но сейчас это не наша тема ну собственно вот мы разобрались с тем как делать более грамотно анимацию вы можете попробовать сейчас сделать уже более красивый снегопад с более точным позиционированием снежинок с настройкой скорости можно сделать несколько таких вот анимации падение снежинок с разными координатами допустим вот здесь у нас от напомню сейчас мы постараемся эту анимацию выделить ее трудно редактировать если не выделен объект соответствующий вот у нас было от 8,8 до минус 8,8 для того чтобы все-таки был какой-то разброс понятно что нужно сделать еще несколько видов анимации где начальные и конечные координаты будут несколько смещены и тогда у нас начальное положение падения снежинок будет разное ну а нижнее может быть даже и примерно одинаковым и тогда у нас будет более разнообразное все но чем больше объектов у нас будет и более разнообразная анимация тем более будет такая случайная скажем история с нашим снегопадом к сожалению с использованием инструментов анимации это единственная возможность сделать такое более случай случайное падение снежинок поэтому мы в следующих наших уроках уже будем переходить к программированию где мы сможем запрограммировать падение снежинок и это будет более универсально более гибко управляемо но прежде чем мы это сделаем мы в следующем уроке еще разнообразим нашу анимацию добавим другие спецэффекты и тоже сделаем это разными способами но сейчас я желаю всем успехов сделайте свой красивый снегопад и возможно кого-то из вас он уже удовлетворит и вы сможете наслаждаться снегопадом виртуальным вашего проекта до встречи в следующих уроках до встречи в следующих уроках с! Кином